Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск телевизионного дискуссионного клуба Казанского федерального университета. Я ведущий этого клуба Юрий Алаев и сегодня мы обсуждаем тему, которая внешне не имеет так называемого оперативного повода. То, что на нашем журналистском жаргоне называется оперативным поводом. Ничто не случилось вчера, ничто не случилось позавчера, чтобы мы сегодня собрались и начали обсуждать. Речь идет о тенденции. К сожалению, тенденции не самой для всех нас, начиная с обычных людей и заканчивая, я думаю, президентом Российской Федерации, не самой приятной. Пять лет подряд Росстат фиксирует снижение доходов населения, если говорить жестче, обеднение, если не сказать обнищание. И несмотря на огромное количество всевозможных заявлений, заседаний, форумов экономических, законодательных инициатив, У меня, например, складывается ощущение, что внятного понимания, почему мы пять лет сползаем и что с этим делать, можем ли мы как-то остановить эту тенденцию, как минимум, или переломить ее. Вот на самом деле об этом мы попробуем сегодня поговорить в достаточно узком составе, но составе вполне себе экспертным. И я, как обычно, перед тем, как мы перейдем к вопросам, ответам, обсуждениям, представлю вам сегодняшних экспертов. Итак, в заседании дискуссионного клуба участвует Артур Сергеевич Николаев, первый заместитель председателя торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Рядом с ним хрупкая женщина, которая на самом деле руководит фермерским хозяйством, Елена Евгеньевна Белоглазова. Очень хорошо, что вы добрались вовремя или почти вовремя. Ну и наш постоянный эксперт, профессор, доктор экономических наук, профессор кафедры финансовых рынков, Института управления финансов и так далее, КФУ. Я, когда начинаю зачитывать эти регалии, у меня кончается дыхание, потому что их очень много, перечисляешь, перечисляешь, перечисляешь. Но я думаю, профессора Коха наши телезрители во всяком случае уже достаточно хорошо знают, и не только наши. Он часто выступает с экспертными оценками, как правило, или исключительно, скажу я так, точными, хорошими. И сегодня мы надеемся вот как раз с вас и начать. Начнем с макроуровня, потом мы опустимся на региональный уровень, да, и попробуем услышать что-то конкретное от людей, которые, как принято говорить, стоят на земле, да, с земли кормятся и создают ту самую прибавочную стоимость, тот самый продукт, те самые ценности, которые нашему обществу так или иначе позволяют жить, а им вертеться, вам, уважаемые предприниматели. Итак, с макроэкономического уровня. Вот эта пятилетка, раньше в Советском Союзе пятилетками все мерили, да, вот у нас сейчас тоже пятилетка такая наступила, пятилетка сползания по всем показателям. Это в том числе я не стал уж говорить об этом, но вы, наверное, лучше меня быстрее и внятнее скажете, и снижение инвестиций в основной капитала и так далее, и так далее, и так далее. Что случилось? Это санкции после крымские, это исчерпание внутренних резервов страновых для роста, это совокупность каких-то еще факторов, это ошибки правительства, в конце концов, на стратегическом уровне, которые не вовремя принимали какие-то решения, или приняли решения, которые ухудшили ситуацию в экономике и, соответственно, положение дорогих россиян, как Ельцин любил говорить, дорогие россияне. Пожалуйста, Игорь Михайлович. Ну, начать надо с того, что бедность или доходы населения – это настолько сложный показатель, который зависит от столь многих факторов, что невозможно выделить что-то одно, что реально повысило или понизило доходы населения, тем более в таком достаточно долгосрочном горизонте, как пять лет. Если основные такие тенденции сформулировать, то, конечно, удар, который был нанесен российской экономике и всем нам, как гражданам России, пользующимся теми самыми реальными доходами, это был удар, связанный не только с прямыми санкциями, но и, в принципе, со сворачиванием взаимодействия с крупными иностранными компаниями, в связи с ограничением доступа России и российских компаний, в первую очередь, к зарубежным инвестициям, к иностранным рынкам капитала. Не секрет, что в годы, предшествующие 2014-му, Россия очень-очень активно наращивала привлечение иностранных инвестиций, как прямых инвестиций, так и портфельных инвестиций, в том числе и кредитов иностранных банков. Причем основная масса этих денег была привлечена не правительством, не центральным банком, а именно частными компаниями и частными российскими банками. Естественно, что когда рынки внешние для России закрылись, что это означало? Это означало, что новых денег извне приходить не будет, но при этом отдавать старые долги нужно. За прошедшие пять лет Россия, в целом российская экономика, в основном это именно частные компании и банки, отдали долгов, ранее взятых, порядка 200 миллиардов долларов. То есть это те деньги, которые мы с вами в течение этих пяти лет заработали, но которые не были нами потреблены и потрачены, а были просто возвращены иностранным инвесторам. Мы бы этого не очень почувствовали, если бы в течение этих пяти лет сохранялся достаточно высокий темп роста экономики, ну скажем, 4-5-6% в год. Мы всегда видели то небольшой минус, то очень такой относительный плюс. То есть фактически экономика в течение этих пяти лет не выросла. То есть не стало больше того, что можно делить. Не стало больше того, что может нам с вами достаться в виде наших индивидуальных доходов. И при этом мы были вынуждены еще и отдавать старые долги. Юрий Анатольевич, извините, вот здесь маленькая ремарка по ходу, сейчас вы продолжите. Правильно ли я понимаю из того, что вы сказали, что вот банки с последующим инвестированием или кредитованием реального сектора экономики, предприятия, фирмы частные непосредственно получали фондирование дешевое из-за рубежа, но когда грянул гром или жареный петух клюнул, выяснилось, что то, что они занимали, это средства не работали реально в экономике. Почему? Эти средства работали. Понятно, что что-то работало, а что-то нет. Вот вопрос об эффективности использования. Вот может быть вы здесь уточните. Мы имели это дешевое фондирование на протяжении 20 лет. Я уж не говорю о сумасшедших ценах на нефть в первой половине нулевых, которые тоже существенно пополняли госбюджет, федеральный бюджет. И я понимаю, что есть инвестиционные циклы в каких-то отраслях 3 года, в каких-то 5, в каких-то может быть 8. Не будем про фармацевтику, там вообще запредельные какие-то сроки, конечно, инвестиционные циклы. Но тем не менее, можем ли мы сказать, что средства, привлекавшиеся с зарубежных рынков капиталы в годы практически максимального благоприятствования для России, они инвестировались эффективно и насколько эффективно. Не это ли одна из причин того, что мы оказались в какой-то такой межуумочной ситуации? Тут невозможно, конечно, говорить в целом обо всех этих средствах. То есть часть из них действительно инвестировались, действительно шли в создание огромных инфраструктурных проектов, которые сейчас постепенно вводятся в строй или еще не введены в строй. Нельзя сказать, что этих проектов не было. Но, естественно, часть этих денег шла просто на потребление, грубо говоря. То есть те же самые банки, привлекая дешевое фондирование, давали дешевые автокредиты, на которые мы покупали автомобили дешевые, в том числе и зарубежные. То есть эти деньги как приходили, так и уходили. Мало что оставляя в наследство российской экономики. И второй фактор, который хотелось бы отметить в части снижения доходов населения за эти пять лет. В эти пять лет была поставлена задача на уровне правительства, и она худо-бедно, но решается. Это задача хотя бы частичной реиндустриализации, задача, которая часто называется импортозамещением, то есть создание производственных мощностей внутри страны для замещения критически важного импорта. На всё это тоже нужны деньги, как государственные, так и частные. Давайте вспомним, за счёт чего осуществлялась индустриализация, скажем, 30-х годов прошлого века. За счёт того, что огромные массы населения ухудшили своё финансовое положение. За счёт того, что крестьяне были... Да, мягко говоря, экспроприировалась продукция, производимая крестьянством, и крестьянство, составлявшее большую часть населения тогдашнего, стало жить резко хуже, да и, собственно, горожане сильно лучше жить не стали. Но это была плата за индустриализацию. Сейчас мы видим очень похожий случай, мы видим очень похожую ситуацию, когда, в общем-то, за счёт нас с вами, за счёт некоторого снижения нашего уровня жизни, идёт реиндустриализация. Я уже оговорился, что худо-бедно идёт. Да, понятно, что и воруют, и понятно, что часть этих денег испоризуется неэффективно, но задача была поставлена такая, и фактически, тут уж можно говорить прямо, сиюминутное благосостояние нас с вами, как граждан, было принесено в жертву вот таким масштабным политико-экономическим задачам. Так я вижу эту ситуацию на макроуровне. Понятно. Это хорошая аналогия, да, со временами коллективизации и индустриализации. То есть, в 30-е годы Сталин осуществил коллективизацию-индустриализацию за счёт агрария, за счёт крестьянства. За счёт человеческих ресурсов, за счёт материальных ресурсов, земной и так далее. Существует точка зрения, насколько вы её разделяете, я хочу спросить, что сегодня в наших условиях реиндустриализация осуществляется за счёт так называемого среднего класса России. Что сначала в тучные нулевые ему дали немножечко подрасти, накопить жирок, перейти к каким-то более или менее новым стандартам потребления, стандартам жизни. А сейчас именно средний класс идёт под нож. Ну, я утрирую, конечно, огрубляю. Именно так. Именно так, потому что именно со среднего класса есть что взять. Да. Потому что, ну, с бедных людей, с тех, кто находится на нижней границе, взять нечего. А мы сейчас к бедным вернёмся. Есть очень интересная статистика, но чуть попозже. Есть вопрос по ходу, да? Игорь Розович, у меня такой вопрос. Вот вы сказали, сравнили с 30-ми годами индустриализации по сталинскому образцу. Ну, тогда очень чёткие были объекты индустриализации. То есть, магнитка, днепрострой, тракторные заводы известные. А сейчас какие объекты индустриализации есть, ради чего мы тратим деньги, ради чего из нас выкачивают деньги? Если можно, да, я дополню. Не то, что дополню, а просто хочу обобщить. Меня этот вопрос тоже очень беспокоит. То есть, существовал конкретный, расписанный по годам, по отраслям, по стратегиям, план развития государства, развития страны. Да? Первая пятилетка, вторая пятилетка, вот эта пятилетка такая, пятилетка такая. Вот здесь мы сейчас чёрные металлурги развиваем, вот здесь тонкостроение, вот и пошло. Да? Об этом ведь речь идёт, что сейчас такого плана не видно. Скажем так, в то время, насколько я это могу понимать и судить. Вы его не достали, мы его знаем. Да, вот лично не помню. Да, но тогда индустриализация это был проект, который был разработан и запущен. Инициативный, так скажем, проект. Синяк? Да, нет, но он был инициативой руководства страны. То есть, руководство страны понимало, что надо сделать то-то и то-то. В данной ситуации мы попали в этот проект не совсем по своей воле. То есть, мы попали в ситуацию, когда нужно, когда не было возможности заранее планировать, что нам нужно. А мы попали в ситуацию, когда оказалось, что вот тут дырка, тут дырка, тут дырка. И надо эти дырки быстро закрывать, быстро затыкать. Поэтому, насколько я понимаю, действие идёт по принципу «Война план покажет». Поэтому такого плана, расписанного план пятилетки, конечно, нет. И тем более, в 2014 году его не могло быть в силу того, что просто никто не предполагал, что это понадобится делать. А так, общие основные направления известны. Это инфраструктурные проекты, транспорт, железные дороги, аэропорты, морские порты, часть из этого уже построена, часть строится, это инфраструктура, это трубопроводы, это добыча, сжижение газа, это производство различных химических материалов, пластиков, пластмассы и прочих композитных материалов. А вот это основные направления, по которым мы либо отставали, которые нужно закрывать срочно, либо те направления, которые нужны всегда, но сейчас есть политическая воля это продвигать. плана, конечно, заранее, я думаю, не было. Игорь Анатольевич, очень интересно, я просто позволю себе напомнить реплику бывшего первого вице-премьера правительства Российской Федерации Шувалова, когда где-то ему там на каком-то симпозиуме, на каком-то форуме задали вопрос, мол, понятно же, что надо инфраструктуру развивать, это развивать, это развивать. Вот цены-то были 120 долларов за Борель, что же мы сидели вроде того, а на что Игорь Шувалов совершенно спокойно, без тени, юмора, очень серьезно ответил, когда Борель стоил 120 долларов, ну кто же будет шевелиться-то? Вот он упал до 40, вот жареный петух начал нас, вот это говорит, во-первых, об отсутствии политической воли, вот протяженной политической воли, не заточенной на временной отрезок, там полгода, год, как-нибудь там ночь простоять, да день там просидеть, как там этот поговорку гласить, а во-вторых, о том, что ну мы перестали, мы, я имею в виду, уважаемое наше руководство, вообще в принципе не считает необходимым моделировать вот комплексное развитие страны на плановой основе, план приобрел какое-то вот значение, да, в постсоветской лексике, как нечто ругательное, то есть США работают по планам, абсолютно спокойно, Британия, Германия, есть пятилетние, кстати сказать, именно пятилетние, у кого-то есть семилетний план, а у нас почему-то это считается ругательным, мы от этого шарахаемся, и вот как Игорь Анатольевич правильно заметил, ну, дырки увидели, ну давайте заткнем, это есть еще латание дыр, да, по-другому называется, Анатолий Сергеевич, я хотел бы, чтобы вы со своей, как говорится, колокольней, все-таки торгово-промышленная палата отслеживает процессы вот пристально, буквально вот на уровне локации таких, на уровне предприятий, в том числе и малого и среднего бизнеса, мы ведь начали с того, что мы должны понять, что произошло, для того, чтобы попробовать представить себе, что можно сделать, да, чтобы вот не дожидаясь верховных там, да, глобальных решений, здесь, да, сбить вот это молоко в крынке, в сметану, чтобы лягушка могла выбраться или хотя бы не захлебнуться. Пожалуйста. Как началась эта дискуссия, сразу вспомнил, о чем? В 2014 год, и так получилось, что в конце 2014 года я был в генконсульстве Ирана. Иран живет под санкциями уже сколько лет. И когда я разговаривал с генконсулом, он мне сказал первую практически фразу, что вы знаете, вам повезло, что у вас санкции. То есть это вас встряхнет, это вас заставит задуматься, это вас заставит обернуться и назад, и покрутить голову влево-вправо. На тот момент, может быть, я услышал эти слова, но не до конца их почувствовал. Сейчас, на самом деле, я периодически вспоминаю эти высказывания, и вот сегодня вспоминали там 30-е годы, плановое развитие, оно на самом деле просто необходимо, нам никуда не деться без него. Самостийно построить, условно, как у нас раньше называли, коммунизм в отдельно взятой стране, это очень сложно, сделать это практически невозможно. И также, наверное, обособленно на одном острове построить что-то такое невероятное тоже не удастся. И если мы хотим развиваться, если мы хотим двигаться вперед, если мы хотим не 1,8%, или как там посчитать его, а если хотим все-таки, как закладывается, 3%, хотя бы 4-6%, то тогда нам нужно, естественно, координация движений и координация движений не только по сферам направления деятельности, но и региональной, межрегиональной. Потому что если, ну, условно, построить в одном городе кучу мясокомбинатов, то с чем они столкнутся? То есть поэтому надо понимать, сколько мясокомбинатов, откуда будет браться сырье, откуда те коровы будут брать, соответственно, сено, откуда будут ячмени поступать и так далее. То есть и почему только должны там выращивать ячмень или наоборот уходить в какие-то другие культуры. Вот в прошлом году, например, мне тоже попала статья, совсем недавно, вернее, она правда прошлого года, но вот что случилось там в Сибири, то есть перепроизводство зерна, потому что все кинулись, начали выращивать зерно, и цена упала. В этом году, ну, конкретный пример, приезжали иранцы, которые хотели у нас здесь ячмень купить. Они приехали с прошлогодними ценами в голове, а у нас цена уже другая, из-за того, что урожай немножко другой. И, соответственно, вот эти вот качели, они все равно где-то должны государственно, в плановом порядке, они должны нивелироваться. Они должны быть понятны для всех, в первую очередь, те, кто вкладывает хотя бы небольшие деньги. А иногда мы почему-то думаем об инвесторах, которые какие-то миллиарды, триллионы вкладывают. Любой предприниматель на селе, даже купив корову, он уже инвестор. И надо за ним смотреть именно как за инвестора. Любой человек, поставивший павильон, небольшой павильон, где, ну, пускай там цветами даже торгует, он уже включается в рисковый процесс. Купят у него молоко, не купят молоко, купят у него цветы, не купят, завянут они у него завтра, что там произойдет. То есть любой предприниматель, он находится в зоне риска, и он идет на это с пониманием процессов и с открытым забралом. Что мы почувствовали, ну, так как мы являемся самым большим объединением предпринимателей, более 2300 компаний являются членами палаты, мы чувствуем, что есть необходимость в определенных таких объединительных процессах. Вот даже сегодня я здесь у вас, у нас в 4 часа будет заседание, первое такое заседание комитета по мусороперевозкам. То есть уже есть такое центростремительное движение, когда люди хотят объединяться с точки зрения уменьшения себестоимости, с точки зрения выстраивания ситуации, понимания. Представители регионального оператора будут у вас на этом? Мы как раз с точки зрения малого и микробизнеса, те, кто сидят за рулем или там имеют одну, две, три, пять машин, которые это потом вывозят, и опять же на земле кто находится. Хотя у нас встречи были и с РТ Инвестом, и позиции их тоже понятно, но надо опять же выстраивать эту систему и понимать, где ты находишься. Что не хватает предпринимателям? Предпринимателям в первую очередь не хватает денег в экономике. Вот каждый день, когда встречаешься с предпринимателем, все говорят примерно одно и то же. Нехватка денег в экономике, и вроде бы говорят, есть специальные программы, есть возможность взять кредиты в банках, практически невозможно. В ручном режиме, ну я не знаю, ежедневно практически заводишь людей в банки, туда приводишь, разговариваешь на высшем уровне. Они в таких рамках находятся, из-за которых просто не могут выпрыгнуть те же банковские структуры. Понятно, что есть госпрограммы, господдержки, субсидии, мы активно пользуемся, направляем гарантийные фонды, фонд поддержки предпринимателей и так далее. Это уже, вот как вы сказали, латание дыр скорее всего похоже на это. То есть если все-таки, ну вот буквально недавно выступление было не на торгово-промышленной палате, а на деловой России, Владимир Владимирович уступал, да, и вот в момент, когда опять в очередной раз задали, что нехватка денег в экономике у бизнеса, этот вопрос задали, камеру навели на Биулину. И прям вот видно было, как она напряглась в этой ситуации, потому что действительно, ну вопрос это один из основных для предпринимателей. На Биулину тоже понятно, что беспокоит. Она устанавливает нормы обеспечения капитала соответствующие, потому что качество активов, ой, мягко говоря, очень разное. Банки, обремененные этими требованиями, в свою очередь, выставляют коэффициенты на выдачу кредитов 3-4, там в основном, да, где-то, по-моему, с такими коэффициентами, по ликвидности. 0,5, по ликвидности, да, то есть к вам приходят, оценивают, и в лучшем 0,6-0,5 процентов коэффициент дает от того, что у вас есть у нас, еще при этом 2-3 подручителя, еще при этом, а у вас нет ли случайно в собственности жилья, который мы тоже можем взять в залог. Вот понимаете, вот это вот все длится, это же и в тучные годы все это было, это же не после 14-го началось, это все вот длится, 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 эта шарманка. Что с банком МСБ, который якобы создавался специально под нужды малого и среднего бизнеса? Значит, не только банк МСБ, есть корпорация, корпорация, бровермана, которая как раз заточена по поддержке, по развитию. Еще и мортник есть. Ну, там другая немножко схема, но в принципе возможности есть, да, у предпринимателей, которые больше связаны на неокре, завязаны, и с какими-то технологическими прорывами. На самом деле банк МСБ, он все равно занимается тем, что живет в том режиме, в котором находятся все остальные банки. Он, опять же, не на отдельно взятом острове существует, он в той же системе находится. И вырваться, не то что вырваться даже, а как-то поменять эту ситуацию, он не в состоянии, нет мне возможности. То есть, это опять к вопросу о качестве управленческих решений или государственного управления. С хорошей идеей создали банк, который призван поддерживать малый и средний бизнес, но при этом оставили его в тех же самых прокурсовых рамках, что и все остальные банки. Тогда зачем вы его создавали, если вы для него не создаете специальных условий функционирования? Это, казалось бы, вот такая двухходовка, которую студенты Игоря Анатольевича, мне кажется, уже со второго-третьего курса обсчитали бы. Но как-то вот там, там как-то все это не очень сработало. Может быть, это просто на самом деле никому не нужно? Ну, вот есть небольшая надежда, не хотелось бы сразу же, как говорится, полностью закрывать крышку. Все-таки те нацпроекты, которые были озвучены, есть надежда. Бизнес вообще очень такой, инструмент активный и всегда ищет предпринимательство, всегда связан где-то даже, может, с авантюрой. То есть это риски. Да, то есть есть ощущение и возможности, может быть, вот по нацпроектам, что что-то будет сдвигаться. Во-первых, потому что, вот сегодня плановые сказали, уже есть там как раз пять лет. Да. То есть 24-й год. Уже где-то озвучено хотя бы. И мало того, что они как-то прописаны по федералам, они уже ушли в регионы с какими-то привязками или с КПИ. То есть, возможно, с чиновников начнут спрашивать именно по тем КПИ, которые заложены там. Путин на совещании с членом правительства впервые, по-моему, вот неделю назад, прямо сказал, коллеги, уважаемые, через год встретимся, персонально, по каждому, посмотрим, как у вас КПИ. Ну, не знаю, если это подстегнет и вызовет какие-то инициативы, телодвижения. Дай бог. Вы рассказывая вот об этих вопросах, о проблемах, очень удачно, просто с точки зрения телеведущего, это очень удачно. Я воспользуюсь. Вы упомянули последовательно молоко и цветы. И у нас представители здесь как раз реального бизнеса Старстанского. Рядом с вами сидит Елена Евгеньевна, которая как раз по части, насколько я понимаю, молока и мяса. А здесь вот рядом со мной заместитель, председатель гильдии малого и среднего предпринимательства Казани. Я правильно, да? Евгений Константинович Иосипов. Давайте начнем с вас, Елена, с дамы все-таки. Вот с вашей точки зрения. Ну, для начала, да, чтобы вы собрались, может быть, там, с мыслями, хотя я не сомневаюсь, что у вас мыслей более чем достаточно, я хочу, чтобы вы прокомментировали ситуацию вот со своей позиции или со своей колокольни, если угодно. Но чтобы дополнить то, что сказали вот последовательно Игорь Анатольевич и Артур Сергеевич, я просто две цифры из очередного опроса в ЦИОМ. Социологи задали вопросы, вот что мешает кому бы то ни было у нас в России открыть свой бизнес. Я сейчас зачитаю ответ в процентах, и потом вы скажете, насколько они совпадают с вашей точки зрения, с реальными. А может, что-нибудь предложат? Кстати сказать, ну, может быть, да, но давайте вот с этого начнем, Елена, вот с вашей точки зрения, что мешает открыть на самом деле, во-первых, как вы умудрились открыть, во-вторых, что мешает? У меня наследственный бизнес, и в силу каких-то обстоятельств нам нужно было продолжать этот бизнес, просто мы каким-то другим взглядом попытались войти в сферу именно сельского хозяйства, мы именно переработку запустили. Вы у нас следовали усадьбу, туда, поляру? Ну, изначально глубоко не будем, то есть изначально у меня папа председатель, вот я завтра у меня еще один доклад, я очень долго готовилась, то есть с его примерами, и качественно, как руководитель он качественный. То, о чем вы сейчас говорите, у меня всегда вот у него прослеживалось, то есть для эффективного управления нам необходим анализ, нам необходимо выявление узких мест, нам необходимо определение, что нам нужно сделать, четкие шаги, контроль жесткий, и какой-то промежуток времени, в котором мы предполагаем или хотим, чтобы это все было выполнено. Но изначально мы определяем цель, мы куда идем. Вы сейчас говорите о том, как строится алгоритм управления, например, в бизнес-структуре или о государстве. Мне кажется, здесь не должно быть какого-то разделения государства и бизнес-структуры. Цель может быть разная, а управление, оно должно быть одинаковое. Я просто к тому, что папа был председателем, и как бы мы привыкли вообще к сферу сельского хозяйства, крестьянства, фермерства и прочего. Это, ну, папа с 27 лет был, с 1986 года был руководителем, и в перестроечные времена так получилось, что он не хотел, он был вообще очень против отмены коллективизации, то есть до последнего момента, когда у нас еще сохранилась коллективная собственность, он пытался сохранить именно колхоз. Даже когда уже у нас была приватизация, он пытался, потому что он считал, что сельское хозяйство невозможно поднимать индивидуально. Он считал, что сельское хозяйство, возможно, только это вот, ну, синергия должна быть. То есть каждый должен понимать, что он делает. Извините, что я перебиваю, я вам в пандан расскажу анекдот образца 1992 года. Разгаркали суверенизации Татарстана, Минтимир Шарикович полон энергии и идей, собирает глав администрации числом, там чуть ли не два с половиной десятка, и загоняет их в США смотреть на фермерские работы. Они там где-то две недели курсируют, возвращаются. Один из них, мой хороший приятель, звонит, заезжай на рюмку чая, я тебе расскажу. Сидим, разговариваем. Он вот с такими глазами, он говорит, мы посмотрели там ферму, какие фермы, это наши колхозы, даже больше, у них такие пахотные там земли, у них там такие эти. А что, мы всё это, мини-тракторы, тогда была бешенная идея, Елабужский тракторный завод переделать на выпуск этих мини-тракторов, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, там среди кустиков. Он говорит, у них такие же там бегают, у американских фермеров, как у нас K700, эти мощные пропашные тракторы, они нанимают десятки там, тысячами людей, там те же мексиканцев, так называемые мокрые спины на сезонные работы. И вот это для меня, я на него смотрел, Весь чай из меня выветрился, потому что я вдруг увидел перед собой постперестроечного постсоветского главу района, который для себя сделал открытие, что оказывается нет трех черепах, на которых покоится земля. Оказывается, мы избавляемся от так называемого крупнотоварного производства на селе и киваем на фермерство в США, а оно как раз и есть крупнотоварное. Мне кажется, любой пример, когда мы какую-то эффективность рассматриваем, нам пытаются показать, что эффективное управление это какой-то ноу-хау, который поймал птицу счастья за хвост. На самом деле, эффективное управление это постепенная система, выстраивание этой системы. Как раз о чем сказал Игорь Анатольевич, о том, что невозможно, это организм, наше хозяйство это организм, любое. Сельское хозяйство, дальше мы говорим о любом производстве, то есть металлургия, она для чего необходима была? Для того, чтобы возделывать земли. И сельское хозяйство, почему оно актуально сейчас? Потому что это в первую очередь наша продовольственная безопасность. Это то, что мы потребляем ежедневно, это то, что несет здоровье нации. И постоянно задвигать эту тему и думая, что просто у нас никто не умеет управлять, ну это же нонсенс. То есть мы уже 25 лет пытаемся выйти, у нас все равно сельское хозяйство дотационное, плохо, и всем кажется, что да сколько можно вам давать. Но это невозможно, значит система не работает, нужно по-другому работать анализировать. Но в Евросоюзе ведь тоже огромные дотации сельского хозяйства? Они именно направлены, это сельская дотация, они там направлены на сохранение земли. Будет этот собственник, будет другой. Эта дотация дается для того, чтобы земля при смене собственности не меняла свою ценность. В первую очередь это вот это. То есть земля, там все понимают, что это дар, который тем более в Евросоюзе, где не хватает этой земли. То есть эти дотации направлены на то, что они выделяются в огромных количествах, и каждый проверяющий орган проверяет в каком состоянии земля. То есть пахотные земли, они должны быть вот таких норм. Но дотации огромные по сравнению с нами, там проводили я вот качественный анализ, конечно, я надеюсь, может из КФУ кто-то решится. Качественный анализ, чтобы прям вот мы просмотрели, насколько дотации в каждой стране соотносимы с нашими дотациями. И как они сегментированы. Да, потому что, видите, нам говорят, там выдается вот столько-то, но мы не считаем. Там дается, например, отдельно на землю, отдельно на какой-то продукт, или, например, даются закупочные цены. Наше производство, сельское хозяйство, то, что касается, они говорят, хорошо, не давайте нам дотации, дайте нам какие-то минимумы цен, исходя из тех тарифов. У нас же в основном все энергоемкое, все, если в производстве. То есть исходя из тех тарифов и тех зарплат, которые вы хотите видеть на селе, вы дайте нам закупочные цены. И плюс нам маржа, то есть если мы говорим о индустриализации, и мы не хотим брать деньги у государства, значит, мы должны иметь маржу не менее 40%. Сколько? Ну, не менее 40%. У вас хороший аппетит по маржу. Ну, это мы говорим, просто у нас, понимаете, когда у нас считают себестоимость, у нас всегда убирает инвестиционный фрагмент, да, то есть вот себестоимость, это исключительно наши затраты. Значит, я должна, вот твоя себестоимость, и ты, то есть вот когда говорят о молоке, да вы вообще с ума сошли. То есть мы говорим о среднем классе, который у нас приобретает, например, молоко. Я столько работаю, я столько не зарабатываю, сколько произвести, довести и вообще это все сохранить, никто об этом не считает. У вас молочен товар, наверное? У нас, мы переработкой занимаемся, то есть вот всегда я хочу сделать акцент, потому что сельское хозяйство у нас осталось, базовое хозяйство, которым занимался папа, сейчас у меня мама руководит этим хозяйством, там другие вопросы, они более масштабные, они более глубинные, они требуют других, даже может быть не столько финансовых, вот хочется системы и плана. Мы должны знать, куда мы идем. Если мы, то есть все говорят, нужно, допустим, зерно уже сейчас не актуален два года назад, давайте высоко маржинальную культуру засеивайте. Все засеяли, более-менее урожайный год, а эта маржинальная культура никому не нужна. Кукуруза времен Никиты Сергеевича, вот все повторяется, да, 50-е годы? Она тоже самая, она понимаете, она не нужна в тех масштабах, которые нам говорили. Да, она, то, то, то в итоге она возращивается для того, чтобы, если у вас есть животноводство, оно вам актуален. Я думаю, РАПС также была истерика вокруг РАПСа. С РАПСом такая же ситуация и вообще везде. То есть, если, когда мы киваем куда-то на запад, мы хотим, нужно сначала посмотреть, как они это делают. И всегда в основе стоит цель. Цель такая, если вы делаете то-то, 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 тогда вы получаете государственный финансированный. Если вы это не делаете, значит, вы выходите на рынок, но государство уже не диктует вам свое слово. Окей. Прежде чем мы перейдем к угадыванию результатов опросов ЦИОМ, да, я вас попрошу назвать, что с вашей точки зрения первое, второе, третье, четвертое мешает открыть свой бизнес. У меня последний частный вопрос к вам. Вот вы упомянули о том о мышлении, о плане, о единых структурах управления. И я понял из вашего рассказа, и все поняли, что вы наследственная, да, помимо всего прочего, еще управительница. У вас папа председатель колхоза, у вас мама сейчас руководит хозяйством. То есть, вот эти вещи как-то влияют, правда ведь, да? Вот вы же выросли, глядя на папу и на маму, и что-то, наверное, все-таки, даже, может быть, неосознанно, подспудно перенимали. Существует, я сейчас не могу точно назвать источник, но вот многократно я встречал в разных там комбинациях одно и то же примерно утверждение, что на самом деле вот количество дураков примерно одинаковое, да, на определенном пространстве, оно неизменное, такая константа, да, независимо от того, в Мозамбике мы живем, там, на Сирийский мост или в России. И количество людей, которые способны к предпринимательству примерно одинаковое. И называются цифры от 4 до 6 процентов населения трудоспособного. С вашей точки зрения это соответствует? Вот это правда, да? Вот у вас есть такое ощущение, что вот 4-6 процентов, вот просто они реально, ментально, я не знаю, психологически, на каком-то там биохимическом уровне, они могут стать предпринимателями, завести свое дело и что-то такое. А удел всех остальных это наемный труд. Я хочу вот немножко в другой раскладке такой тоже провести статистику. То есть вот я долго думала, мы, почему вот мы выбирали институт, да, какой вот, ну, самые востребованные, даже не востребованные, мы самые популярные выбирали, почему факультет? Потому что мы знали, что после этого факультета вас захотят взять на работу. Примерно то же самое. Да, вот есть, пусть 6 процентов возьмем, ну, даже вот есть средняя статистика, да, есть 10 очень хорошего, 10 очень плохого. Когда мы говорим о среднем предпринимательстве, мы должны предполагать, что если ежегодно у нас там 50 тысяч, по-моему, я слышала цифру, предприятий, ну, именно малого и среднего бизнеса регистрируются, значит, из этих 50 тысяч у нас ежегодно должно быть 10 процентов переходить в средний и крупный бизнес. Ну, логично. 10 процентов умирать. Все остальное должно оставаться в средней вот этой массе и формировать наш средний класс. То есть предпринимательство, 4-5 процентов, это те, которые дают большой, вот, опять-таки, я говорю, то есть у нас предпринимательство, это те, которые говорят, что в любой ситуации они должны выкрутиться, в любой ситуации они должны прибыль. Вот это 3-5. Но мы когда говорим о среднем бизнесе и малом бизнесе, у нас, мне кажется, это то, что дает вам тот доход, который выше наемного, но дает средний. То есть если мы говорим о магазине шаговой доступности, он, возможно, он не перерастет в крупный магазин, но он обеспечит себе стабильный доход выше, чем если он будет где-то наемным, рабочим. То есть и он тоже формирует класс, он заполняет какую-то социальную нужду, и он закрывает дырку. Но это, естественно, вливается, правильно, вот в нашу жизнь, наше. И вот почему, что тормозит в первую очередь, у нас такой тотально, чтобы все пошли в предпринимательство, вот этой вот нет лыжни, понимаете? То есть когда мы бы видели, что из малых предприятий у нас 10% ежегодно переходит в разряд средних и крупных предприятий. Малый-малый бизнес вообще. Мы больше видим, когда они затухают и уходят. Но, тем не менее, много снова начинают, и опять мы рассматриваем это просто как жизненная какая-то деятельность. Буквально двумя словами, да, по динамике выбытия и прироста. Это очень любопытно. Я знаю, что вы ведете эту статистику. Три буквально цифры, которые хотел бы сказать. Во-первых, торговая промышлопалата периодически проводит анкетирование. И если в начале 2000-х годов, я просто помню, цифра была 8% из молодых ребят, которые готовы были стать предпринимателями, то в последние несколько лет это 2%. Это вот такие вам цифры. И, допустим, если в Соединенных Штатах Америки тоже попадалось, каждый год открывается 600 тысяч новых предприятий, к концу года закрывается 500 тысяч. Никто там трагедии из этого не делает. Все делают, нанимаются, опять же, получают какой-то определенный опыт, возможно, и спокойно по второму, по третьему, по четвертому кругу открывает свои предприятия и готовы эти шишки получать еще раз. Что касательно микробизнеса, малого бизнеса и среднего бизнеса, если взять цифры, в 2016 год это порядка 16 тысяч компаний было, на сегодняшний день около 10 тысяч. Вы имеете в виду сейчас этот татарский? Малый и средний, да. То есть, если мы говорим, происходит рост микробизнеса, но это надо смотреть за счет чего, опять же, да, где-то перетекание туда уходит. То, что Елена как раз говорила, что должно туда уходить, а почему-то лыжня пошла в обратную сторону. Слушайте, это следствие чего? Это следствие... Это не следствие миграции предпринимателей в соседние регионы. Или это просто умирание? Сейчас это больше одно умирание, да? Умирание все-таки, да? Просто тенденция... То есть, прошел тот период, когда к менее жестоким налоговикам, да, сползали ребята там? Большинство малых предприятий, они очень локализованы, они привязаны к своей территории, они не могут мигрировать в соседний регион. Нет, регистрация меняется, юрлицу регистрируется и все. Барышев в Елабуге сбежал же к Самарским, правильно ли, он у Самары, у него сейчас уже года три, по-моему, он Самарский у нас на самом деле. Хотя кует-то здесь, по-прежнему сидит и все, это смена юрлица. Я не буду вас возвращать к этому вопросу, да, вот что тут в целом, в принципе он совпадает. То есть, я не буду просить вас ответить на этот вопрос, я уж возьму на себя наглость и сам просто, а вы уж скажете, да, в целом прав, нет, в целом вообще никуда не годится. То есть, ваш выбор. Итак, по данным в ЦИОМе, 60 с лишним процентов граждан не верят, что в России можно честно заниматься частным предпринимательством. Просто не верят и все. И, соответственно, не суются, как мы можем предположить, да, вот не пытаются. Основные препятствия с точки зрения опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения респондентов, 25 процентов называют высокие налоги, чуть меньше 22 процента бюрократию, засилие бюрократии, а серьезные финансовые затраты на третьем месте, как это ни странно, 16 процентов. И мы долбим-долбим про коррупцию, а коррупция беспокоит 9 процентов всего. Не потому, что они сами готовы дать. Поэтому так поставили. И, наконец, на последнем месте отсутствие поддержки со стороны государства. Вот это последнее место, оно, это парафраз на тему, да не надо нам помогать, да просто не мешайте. Да ну, вот так вот сделайте, да. Но все-таки первые две строки, это же тоже государство. То есть, это же не... Никто же не сказал, что отсутствие рынка сбыта. Допустим, вот мы когда познакомились, 2014, наверное, год, да, там, пример, ну, не знаю, может быть, 12-й примерно так. Там у нас вопрос стоял, у нас недостаточно рынков было. Вот все... Сбывать некуда. Да, безусловно. Они рынки были... Ну, то есть, мы не могли логистику наладить, что-то. Но все-таки главной проблемой работать хотели очень многие, да, ну, вот распредпринимательства. Ну, вот очень показательный пример, да. А здесь первое... С 8 до 2 процентов это... Фискальный и административный, это что, не государство? Это государство. Это государство. Просто они сейчас из коррупционных схем переросли в легальные все... В целом придется вчинить замечания некоторое количество за некорректность, да, и счет датус там. А вот у меня есть вопрос. Я хотел спросить о роли крупных ритейлеров, монополистов по многому, таких как Пятерочка, Магнит. Эти не те структуры, которые выкосили этот малый бизнес в торговле, которые... Потому что малый бизнес в торговле, он занимает очень много людей, может занять. И эти люди будут обеспечены доходами выше среднего. И эти доходы, эти люди покупают квартиры, эти люди покупают другие продукты. И, соответственно, они разворачивают, в том числе и рост экономический, на локальном уровне. А сейчас ситуация такая, что человек, даже когда в сельской местности открывают Пятерочки и Магниты, и, ну, мне кажется, людям просто по себестоимости, по ценам, они просто ломают рынок, и все. И малый бизнес в торговле уже становится чрезвычайно рискованным. А, собственно говоря, Пятерочка и Магнит, это в большей части франшизы. То есть, по сути, если вы хотите открыть магазин шаговой доступности, откройте Пятерочку. Откройте Магнит. Будет... Да, это франшиза, достаточно сложная. Продукцию продают очень активно. Ну, понятно. Но, тем не менее, вы можете... Борьба сети и магазину частной доступности, это, конечно, тема уже такая, да? Нет, ну, это макро-кнэм, это олигополе. Там, где есть олигополе, не будет эффективного рынка, безусловно, это так. То есть, у нас в первую очередь нужно было это отслеживать. Кто не прислежился, тот за бортом. Понимаете, вот это вот проявление явно неэффективного рынка. Либо у нас идет государственное, тогда должно быть управление, либо оно должно быть у нас полностью отдано в рынок. Рынок, он сам бы отрегулировал эти вещи, да? Но здесь вот как раз государственное правление должно было включить антимонопольную политику очень сильную. У нас есть Дикси, у нас есть Березка, Березка, это советские времена. Это меня не туда занесло. У нас есть... Пятерочка. Да. То есть, где тот предел, который мы можем назвать конкурентной средой? Ну, вроде вот три-четыре торговые сети, которые между собой конкурируют. Никакой Артемьев ни в каком картельном сговоре их ни разу не упрекнул, не поймал. А мы говорим, что возникла олигополия и нет конкуренции. А здесь по-другому она должна рассчитываться. То есть, в Европе как? В Европе у вас идет на количество населения, открывается магазин. То есть, тут идет они не между собой. Ну, и в Советском Союзе также будут. То есть, у вас в первую очередь именно о крупном магазине, который мы говорим, что он открывается на... Если у нас это квартал какой-то людей определяется, как раньше школы, детские сады, то же самое. Значит, должен быть один универсал. В Европе то же самое. Вы по всему столице европейской найдете крупных магазинов, наверное, можно на руках пересчитать, не больше. Да, у нас они везде. Поэтому здесь идет другое. Олигополия в том, что человек может купить только здесь, вот так, а не между собой. То есть, понимаете, идет конкуренция, не между собой у них идет. А именно, что человек не имеет выбора. Он либо идет в магнит, либо он идет в петербург. То есть, рынок продавца такой же. И с другой стороны, так как он занял эту нишу, соответственно, и мы можем продукцию только предложить ему, любой производитель. Я, кстати, буквально вчера, встречаюсь с товаропроизводителем как раз, и он мне следующую фразу говорит. Вот прям практически вашими словами. Вот эта система, которая у вас выстроилась, причем это человек, который имеет бизнес и за рубежом, и он производственник, и товары производят по вседневному спросу, скажем так, потребительские. То есть, он знает немножко и за рубежом, как происходит. Он говорит, вы, сломав систему нормальной реализации, скоро получите то, что не останется ни одного нормального товаропроизводителя, малого и микробизнеса, из-за того, что он просто не сможет зайти на ту же полку. То есть, полк, что это такое? Это, в принципе, ну, понятно, там система отсрочки платежа, там на полке, там, это просто место. То есть, магазин, как таковое, пятерочка, да, он не продает ваш товар, он просто предоставляет для вас место. Вот ты там ставь, ты сам развивай свою марку, ты сам продвигай, ты сам все делай. Следи там за теми, кто выставляет, чтобы они там выставляли вовремя. Если не продастся, заберешь обратно. Ну, понятно, сейчас есть там яровой, 5% там и так далее, но вот эта вот ситуация, она на самом деле не дает возможность развиваться именно производственному микро и малому бизнесу. Очень тяжело. И, а система магазинов, на самом деле, и в Европе она есть. Крупные магазины вы где найдете? В Штатах, например, в центре города? Нигде. Ни в одном городе вы не найдете. Они все за периферией. И вы туда, да, они... 30-40 километров. Да, да, они субботу, воскресенье выезжают. Почему там показываются с тележками, там, да, то есть вот эта вот ситуация. А в Европе еще есть ситуация следующая, что часть магазинов, они просто, опять же, там среднего, они закрываются там субботу, воскресенье. И работают только или индусы, или пакистанцы, и работают, например, россияне, которые готовы там работать. И в те выходные дни, когда за ними следят даже профсоюзы, они все равно тихонечко открывают и работают. А скажите, а как получилось так, что в центре Казани появились крупные магазины, в центре не только Казани, а крупных городов, не за 30, не за 20 километров? Наверное, вопрос не совсем ко мне, если честно. Но мое мнение, наверное, следующее, что, скорее всего, вот та система, которая уже на нас сваливалась, мы еще не, я так надеюсь, что мы не предвидели вот той ситуации, которая может возникнуть. Я так думаю. Не предвидели, что, заходя магнитом или пятерочка, заходя в небольшой поселок, он вокруг себя делает выжженную землю. Там единственное остается небольшие магазинчики, где под запись еще могут что-то там записать и выдать под пенсию, что-то выдать людям. То есть, вот те магазины еще как-то дерутся на самом деле, а все остальное уже выстроено довольно-таки жестко. Не предусмотрели вот эту ситуацию, и боюсь, что сейчас очень тяжело это возвернуть обратно. У нас очень много, к сожалению, что было сделано в последние 30 лет. Просто потому, что что-то где-то увидели, давайте здесь тоже сделаем. Причем не отдавая себе отчет, как это встроено в целом в экономику. Ничего не запрещали, ничего не ограничивали. Сказали, ну, ребята, хотите построить магазин? Ну, построите. Нет проблем. Мне кажется, Рустам здесь намекал еще на какие-то коррупционные мотивы. Я боюсь заглянуть к нему в черепную коробку, но вопрос с таким подтекстом, да? Я не прав? Однозначно прав, да? Я вот в связи с этим Евгением Константиновичем хочу спросить, как одного из руководителей гильдии малого и среднего предпринимательства в городе Казани, как вот этот аспект существования бизнеса, условий для развития или условий для удушения, это уж вы сами выберете, тональность. Вы знаете, вот все, конечно, присутствующие здесь прекрасно понимают, что вот сектор малого бизнеса, вот эта торговля, это скорее всего используется предпринимателями или будущим предпринимателем для того, чтобы заняться предпринимательством. Это проще всего. То есть получить стартовый капитал? Да, нет, не только стартовый капитал, а вообще влиться в эту систему малого бизнеса, потому что наладить какое-то производство, там какие-то специальные, может быть, знания, нужно что-то еще, еще. А здесь, ну, в конце концов, поставил павильон, казалось бы, да, вот простому человеку, завез товар и торгуй. Значит, и все, и, значит, это руби-капуста, как говорят. Золотые времена, да, извините, пожалуйста, привозишь ящик водки из Осетии, ну, или там фуру, продаешь здесь, и ты уже обеспечили человеку. Это другое немножко. Немножко другое? Да, это вообще… Ну, прежде всего, купил-продал. Теневая экономика. А вот теперь… А сейчас в молочном рынке такое происходит. Да. Ну, я-то хотел сказать вот о чем. Значит, это взгляд со стороны. А на самом деле что происходит? Вот вы знаете, в нашем вот секторе малого бизнеса, торговые павильоны, ну, систематическое, постоянно действующее какое-то удушение. Вот даже начиная с времен Ельцина, как только сам Ельцин или кто-то там из правительства говорит о том, что надо помочь малому бизнесу, там он бедный, там никак не может развиться. Значит, жди или повышение налогов, или что-то еще, или что-то еще, где-нибудь тебя обязательно где-то под Кузьмин. Вот давайте далеко не будем назад ходить, да? А вот с 1 марта 2015 года вступили в силу поправки в земельный кодекс, который, наверное, и вас коснулся, где было четко прописано, однозначно, что нельзя продлевать договора аренды земельных участков без торгов. О каком развитии малого бизнеса можете тебе речь в этом случае? Понимаете, вот, например, человек взял, значит, на каких торгах первоначально, получил право, значит, на этом земельном участке, такой-то площадью поставить торговый павильон. И дальше уже по тому законодательству, который был до 2015 года, он ставил павильон, работал, значит, и знал, что кончается срок аренды. Он за два месяца до окончания срока написал заявление, ему продлевают, и он, значит, таким образом у него была перспектива, он мог, так сказать, надеяться на то, что вот все зависит, все в его руках. Вот хорошо работает, значит, понял, значит, то, что нужно людям, значит, ты на коне, вперед, значит, накопил денег, ставишь второй павильон, третий, то есть вот развитие малого бизнеса. А теперь представьте, значит, вы в этой системе еще до 2015 года выиграли аукцион, поставили павильон, начали работать. Первый срок у вас уходит на то, чтобы самому понять, что это такое, чтобы приучить людей, что здесь вот они могут купить качественный товар и по сравнительно низким ценам. Подходит срок продлевания договора аренды, продлевания договора аренды, и вдруг, значит, вам говорят, простите, на аукцион. А как на аукцион? Во-первых, значит, вот с чем мы столкнулись тогда, значит, на аукцион должен вставляться участок без всяких обременений. То есть ты должен убрать павильон свой, куда-то его разобрать. Аукцион по земле аукцион, что ли, по земельному участку? Значит, вы должны убрать павильон, потом, значит, пойти на аукцион, выиграть его и, значит, туда поставить павильон. Но, простите, павильоны-то создавались в соответствии с проектами глав АПО, и все они были такие, что их просто так разобрать нельзя. Вот я сейчас маленькое отступление сделаю. Почему-то вот эти вот торговые точки, торговый павильон назвали не стационарные торговые объекты. Это, знаете, вот это очень, придумал очень хитрый враг малого бизнеса. Ну, у любого человека, который, вот так сказать, услышал это, я знаю, что такой не стационарный торговый объект. Значит, его в любой момент можно взять, там, передвинуть, там, отвезти куда-то там. Но вот есть еще другое определение. Не капитальный торговый объект. Вот это то же самое, что не стационарный, но не может быть разобран, передвинут без нанесения существенного ущерба. Вот наши все павильоны, это именно такие. Поэтому, значит, какие-то там переносы, какие-то новые аукционы на этой земле, ну, сейчас где стоит торговый павильон, это недопустимо, потому что это просто-напросто наносит существенный ущерб, во-первых. А во-вторых, ну, представьте себе, аукцион. Например, у меня там стоит павильон. А вы решили тоже на это место, значит, вот вам понравилось здесь, вы решили поторговаться за это место. Значит, я, если проигрываю, я проигрываю свой бизнес. Мало того, я этот павильон не знаю, куда деть теперь. Ну, в общем, короче, вы попадаете в такую ситуацию. Человек, который с вами конкурирует за это место, он прекрасно понимает, что выиграв это место, он, скорее всего, приобретет и ваш павильон по бросовой цене. Ну, куда вам деваться с этим павильоном-то, елки-палки. Вот даже если куда-то там разобрать и положить, за хранение надо платить. Это раз. Значит, но в то время, значит, очень вовремя вышло письмо, методическое письмо Минпромторга России, в котором было прописано, каким образом руководителям, значит, регионов наших поступать вот в связи с этими сложившимися обстоятельствами. Там четко было написано, да, значит, Дума приняла такое решение, а теперь давайте заключать с предпринимателем договора на размещение торговых павильонов. Там и было прописано. Все было очень хорошо прописано, просто вот действительно талантливый, умный человек это письмо составил. Опираясь на это письмо, мы, значит, сумели добиться выхода постановления Кабинета Министров Татарстана, где, значит, было написано, что да, с теми предпринимателям, у которых были действующие договора на 1 марта 2015 года, когда вступили в силу поправки в земельный кодекс, значит, с ними заключать договора на размещение без торгов. Ну, значит, продавили мы это дело, хорошо, вроде так, успокоились немножечко. Но условия там были прописаны несколько другие. Значит, если договор о аренде земельного участка, он подразумевал стоимость аренды с учетом кадастровой стоимости, то, значит, здесь была прописана рыночная стоимость земельных участков. То есть операция была на рыночную стоимость. В результате стоимость за размещение увеличилась по сравнению с стоимостью за аренду земельного участка. Ну, вот разумный человек что скажет? Ну, процент на 20, наверное, да? Ну, может быть, на 30, ну, на 50, ну, в два раза. Ничего подобного. В 7-10 раз. То есть, если человек раньше платил за аренду земельного участка где-то так полторы тысячи в месяц, то теперь он платит 10 тысяч в месяц. Что составляет очень большую долю его прибыли. Вот. Ну, это только цветочки. Это только цветочки. Значит, мы ждали, все-таки, Минпромторг России обещал выпустить закон, опираясь именно на то методическое письмо. Вот сейчас обсуждается именно вот проект этого закона. Что мы там увидели? Значит, во-первых, значит, да, действительно, с предпринимателем, который получил через аукцион право на размещение, значит, может быть, по окончании этого договора на размещение, может быть, заключен следующий договор на размещение без аукциона, но только один раз. То есть, это что подробно? Ничего не изменилось, понимаете? Только вы еще больше здесь вложитесь, значит, привлечете как-то, если вы работаете нормально, привлечете людей, гарантированно привлечете. На какой срок этот еще один раз? На такой срок, как первый, значит, на 5 лет. От 5 до 7 лет. От 5 до 7 лет там прописано. Но у нас все договоры заключаются на 5 лет. Значит, вот еще на 5 лет. То есть, а что, значит, что мы наблюдаем? Я, может быть, лишнего, долго? Ну, если будете потихонечку закругляться, никто не будет возражать. Но если накипело, то не закругляйтесь, режьте. Хорошо. Значит, дело в том, что на этом рынке появились компании, объединения, предприятия с хорошим капиталом, которые фактически с которым бороться невозможно. Человек, у которого один-два павильона, он фактически существует на те средства, которые он получает с этих павильонов, на свой доход, так сказать. Ну, может быть, чуть-чуть машина у него стала получше, может быть, там, детей, за детей может там платить деньги, что-то чуть-чуть уровень жизни приподнялся. Но идти на аукцион, на новый, конкурировать с этими акулами невозможно. Потому что это, ну, действительно... Евгений Константинович, извините, вот здесь, наверное, уже нужно уточнение. Парочку я хотел бы сделать. Первое. Законопроект, о котором вы рассказывали, это то, что в просто речи называют в предпринимательской среде закон о возврате киосков и палаток? Это, значит, что, это тоже придумали такое, что, мол, эти палатки и ларьки. И людей, значит, пугают этим, что вот, мол, тут сейчас опять ларьки, опять эти палатки, опять грязь, крысы там, не знаю чего. Да, 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 вот я к этому, да. Да ничего подобного, в общем-то. Второе уточнение, Евгений Константинович. Я понял, что немножко не об этом. Я понял, что вы считаете, что все будет хорошо с ларьками. То есть, ваша позиция очевидна. Проясните, пожалуйста, что вы имеете в виду, вот вы сейчас сказали о каких-то неопознанных акулах. То есть, это уже не торговые сети, типа там, нет, почему? Перекрестка и так далее. А какой-то новый пул образовался людей с толстой мощной, которые скупают у вас эти участки вместе с павильонами? Ну, в общем-то, появились такие сети уже, можно сказать, в которые входит там более сотни павильонов. Это, в первую очередь, букет столицы, например, Августина, Евелина. Еще новые игроки появляются. Московские деньги? Трудно сказать. Августин, по-моему, это вот наши. Наши, да. Букет столицы, это тоже наши, это по слухам, что это кто-то там из руководства своих там близких родственников обеспечит таким образом. Букет должен. Вот. Ну, то есть, ну, понятно. Я хочу сказать вот что. Да. Для того, чтобы малый бизнес мог нормально развиваться, что необходимо сделать? В первую очередь, вот давайте прямо по этому проекту пройдемся с законом. В первую очередь, значит, необходимо, чтобы человек проходил аукцион один раз. Вот он получил это место. Да. И пока он хочет, он на этом месте работает и, значит, должен иметь право передать этот бизнес, а это бизнес, как правило, семейный, он должен иметь право передать этот бизнес кому-то из ближайших родственников. По любой причине. То ли заболел, то ли состарился, то ли там что-то с ним случилось по жизни, вот, то ли он решил вообще уйти отсюда, а вот его дети тут будут работать, а он там решил по-другому чем заняться. Далее, он должен иметь возможность поменять профиль. Это же вообще, это же вообще, ну, я не знаю, как это назвать, грубые слова, напрашиванный язык. Понимаете? Ну, человек, значит, поставил, например, павильон, начал торговать хлебом. Рядом открылся магазин, там тоже хлеб, там все, у него резко падает, там торговля, или недалеко открылся другой павильон, вдруг появился, который не входит ни в какую дислокацию, никуда, ничего. Кстати, у нас, знаете, вот по некоторым оцентам, которые были, даже в газетах, значит, в городе Казань где-то порядка трех тысяч павильонов. Дислокация у нас где-то 850. Понимаете? Вот мы, которые в дислокации, значит, эти люди, которые в дислокации, они платят налоги, платят, значит, пенсионный фонд, платят, значит, все платы, все. Эти, ребята, я думаю, что тоже кому-то платят. Платят, не всякого сомнения. Вот, но, но не туда. Мы, знаете как, должен быть какой-то порядок, в конце концов, вот главное, да, на мой взгляд, вот, должно быть так, эти люди не должны быть в тени. Надо их просто вывозить из тени, чтобы они платили так же, как и мы, в тех же тисках находились, то есть, вот, без всяких там этих, преференций, которых нет у простого, простых предпринимателей. Евгений, кстати, спасибо большое за детальный разбор ситуации. Конечно, я не, я думаю, что многих смутит ваше пожелание, чтобы было пожизненное владение, раз и навсегда, да еще и с правом наследования, раз и навсегда за столбленным участком. Но это, в конце концов, вопрос дискуссионный, это вопрос, который может обсуждаться. Вы почему-то живете в квартире и не думаете даже о том, что вы, значит, почему можете оставить детям, там и все, а почему этот человек, который, кстати, вот я что хочу сказать, еще, небольшой штрих, что такое поставить павильон? Вот выиграть аукцион, вот предыдущий аукцион, например, это нужно было где-то порядка 300 тысяч. Поставить павильон, который бы соответствовал тем проектам, которые прошли Галафапу, это больше миллиона. Завести товар, это еще где-то порядка 200 тысяч. Это по минимуму. Когда я на одном из совещаний сказал, что вот, так сказать, этот павильон, чтобы поставить, нужно где-то около 2 миллионов, мне сказали, да ты что, 3-4. Вы понимаете, человек должен пойти, взять кредит, несколько миллионов, значит поставить, и что, и в конце концов, он должен это сделать, там, пускай вы хотите, чтобы через какой-то срок он потерял право на эту работу, на этот земельный участок, на свой бизнес. Я думаю, что в таких условиях малый бизнес развиваться не будет. Малый бизнес развивается только тогда, когда у него есть уверенность в завтрашнем дне, когда его ограничения, которые существуют, я еще не все сказал, я только сказал, половину тех ограничений, которые в новом проекте существуют. Давайте до следующего раза тоже что-нибудь оставим, потому что время у нас подходит потихонечку к концу. Спасибо большое. У меня один обобщающий вопрос, мы на самом деле потихонечку, наверное, давайте будем закругляться, потому что тема необъятная, если мы сейчас во все тяжкие пустимся, мы отсюда не уйдем, вообще непонятно, когда уйдем, и уйдем ли вообще, выпустят ли нас в результате, если мы слишком разговоримся. Так вот, возвращаясь к нашим баранам и немножко обобщая уже ситуацию, одно маленькое уточнение, просто двумя словами, если это возможно, Евгений Константинович, вот вы упомянули о циркулярном, или о директивном, или о методическом, неважно, как его характеризм, письме, Минпромторга, я почему сейчас к этому цепляюсь, это вопрос, наверное, и к вам тоже, Артур Сергеевич. Есть какая-то ниша, где, люфт какой-то, где мы могли бы республиканскими нормативными актами вот какие-то, скажем так, погрешности микшировать, сгладить? Да, да, да. Значит, тогда в законе должно быть оговорено, что вот такой-то пункт, но он может быть... Это понятно, да, это понятно. Я практически хочу сейчас сказать, есть такой люфт? Я просто, опять же, вспоминая там 90-е годы, первую половину особенно 90-х годов, когда мы могли себе нового... Так, пум! На самом деле, в этом законе много, вернее сказать, много, это не совсем правильное слово, а есть моменты, которые переданы исполнительной власти. То есть, он рамочный характер был? Нет, он довольно-таки жестко выстроенный, но есть, вот как и сказали, люфт. Ну каков люфт? То есть, вот это самое главное. Есть небольшие позиции, которые отданы на откуп исполковым. Я просто, Евгений Константинович, поддержу, с точки зрения, знаете, какой, предприниматель, инвестируя свои деньги, он должен поднять, почему 62% в целом? Потому что, он не знает, действительно, что такое окупаемость, там 6-7 лет, там 5 лет, почему раньше 50% нужно было? Потому что через 2 года правила игры поменяются, и ты вообще не вылетишь в трубу. Вот не должно быть изменения, 2% ЭДС, когда продлился. Инвестор тогда не знал, что произойдет, там через 5 лет, а он инвестировал, допустим, на 7 лет. И он попадает в такую ситуацию, когда поменялись правила игры, а он к этому, естественно, не был готов. То есть опять речь идет о горизонтах планирования, о предсказуемости политики, экономической политики и так далее. То есть даже не планирование, знаете, о чем все говорят? То есть система должна выстраиваться. У нас вот такие законопроекты, они перекраивают полностью все, что было перед этим. То есть значит ломается все это. То есть мост через реку, он может быть плохим, когда необходимо идти через реку, он может быть плохим, он может быть просто бревном, который идет через реку. Но со временем люди настраивают на него какие-то дополнительные перилы. Пока что он позволяет перейти, да? Он становится, да. То есть вначале он является необходимостью, но люди сами со временем его доведут до того состояния, когда он будет достаточно хорошей опорой. И каждый человек, даже ребенка, может пустить через эту реку. А у нас получается, что прошло 5 лет, иногда 2 года. У нас тоже, то что касается сельского хозяйства, выпустили новое какое-то постановление, или решение прошло, и получается этот мост опять обрубили. И все его нет просто. И выстраивается там, ну кинули новую там железную, допустим, жердюк, который идти скользко, и все падают. Вот, то есть пусть она плохая, да, мы же не одна система. А мост намазан маслом. Да. Выясняется, ты пошел по мосту, и вдруг выясняется, что вот мост намазан маслом. Это вы мягкий вариант предлагаете. Да, пусть он будет плохой. Пусть деревяшки, которые настраиваются, тоже будут не очень прочными, но это дорога, которая будет вот так обрастаться, и она намастится со временем. А у нас получается, опять убрали, а куда люди называются? Слушайте, я глупый вопрос рискну задать, извините, пожалуйста. Вот это ведь не единичный пример, да, это обобщающий пример и образный пример. С вашей точки зрения, вот с точки зрения всех экспертов, участвующих здесь, и коллег по журналистскому сообществу, почему так происходит? Ну это что? Это от дурости, от лени мыши, от просто... Я понимаю, что этот вопрос вот такой вот, он вроде бы никуда, но просто любопытно, вот по-человечески любопытно. Ну как так? Ну вы построили, вот как Елена Брайловна сказала, худой, кривой, но может позволяет перейти реку. Зачем следующий приходит и говорит, а мы его сломаем? Вы знаете, вот у нас сложилось очень твердое мнение о том, что надо срочно менять отношение к малому бизнесу в самых верхах власти. Вот я не зря говорил с Ельцином, до сих пор все так же. Опять возвращаются кассовые аппараты, которые были отменены. Опять, значит, растут цены, значит, отчисления в пенсионный фонд и в медицинский фонд. Вы помните, как несколько лет назад, значит, в два раза увеличили отчисления в пенсионный и медицинский фонд? С 18 до 36 тысяч. Восемь миллионов предпринимателей по России, значит, закрыли бизнес. Сейчас, вот в этом году, платят, значит, предприниматели пенсионный фонд и медицинский, 33 тысячи. То есть фактически те же самые. Ну, понимаете, вот отношение к малому бизнесу такое, вообще, чего мы удивляемся-то? У нас правит крупный капитал, поэтому никто не вводит прогрессивный подоходный налог, другие меры, значит, а пытаются все проблемы решить за счет малого бизнеса, среднего бизнеса, за счет инициативных людей, заманивают, вот я считаю, вот именно так, заманивают сейчас людей в ловушку, давайте открывать малый бизнес. Причем в этом законе, законопроекте прописано, что предприниматель не имеет права передавать свои права в этом павильоне третьим лицам. То есть в аренду не можешь сдать. А ведь самый простой метод, так сказать, включения в этот бизнес, пришел, взял в аренду, поработал, посмотрел. То есть пока власть не поменяет свое отношение по-серьезному к малому бизнесу, ничего не изменится. Спасибо, Евгений Константинович. Все это, видно, что все это глубоко переживается. Вечерненько, Евгений Константинович, все-таки я хотел услышать на этот вопрос ответ от каждого из спикеров, как обуздать бедность. Тем более у нас Алексей Писошин на итогах коллеги Минтруда сообщил о том, что Татарстанович является участником пилотного проекта по борьбе с бедностью и к 1 декабря этого года у нас не должно остаться ни одного человека, который бы на члены семью получал меньше прожития, что минимум. Спасибо. Есть только два способа обеспечить повышение уровня жизни малообеспеченных людей. Это либо повышать всем уровень жизни, но для этого нужно нам всей страной больше начать зарабатывать. Тогда каждому достанется что-то от общего прироста. То есть если мы обеспечиваем рост экономики на уровне 5% в год, то эти дополнительные 5% мы можем на всех размазать и постепенно людей выводить из бедности. Это сложно. Это сложно, это трудно, это долго. Второй вариант это перераспределение того, что уже есть. Но для этого нужно у кого-то забрать, у предпринимателей забрать, у среднего класса забрать и отдать тем, кто сейчас находится за чертой бедности. Фактически в отсутствии реального прогресса по первому пункту правительство идет по второму пути. То есть она идет по пути повышения налогов, по пути ограничения чьих-то доходов и, соответственно, выкраивает средства на субсидирование, прямое субсидирование точечное малообеспеченных граждан на предоставление субсидий, льгот и прочих на прочие механизмы, которые позволяют как-то повысить уровень жизни малообеспеченных граждан. Но вы сами понимаете, что этот путь, он эффективен в краткосрочном плане, но на самом деле стратегически это путь, который является тупиком, это путь, который ограничивает инициативу, заинтересованность того же среднего класса, тех же предпринимателей, людей, которые готовы и могли бы зарабатывать для себя, но они не будут это делать, если у них будут отбирать все, что они зарабатывают и перераспределять. Мы имеем перед собой прекрасные примеры стран, где подоходный налог достигает 50-60%, где нагрузка на предприятие налоговое тоже превышает половину доходов, и мы видим, что оттуда люди разбегаются и предприятия разбегаются в любые другие юрисдикции, лишь бы не оставаться на этой территории. Игорь Анатольевич, имеют в виду, например, Францию, из которой бегут в Люксенбург под налоговую или в Саратов. Начали бежать сначала из Швеции, но это началось лет 20-30 назад. Потом побежали из других стран, где слишком переборщили с вот этим перераспределением. Слушайте, но ведь вот обратите внимание, какое совпадение или не совпадение, а законоверность. Две страны мы сейчас с вами назвали, я Францию, вы Швеция, которые славятся уровнем социальных расходов. Говорили, светский социализм, говорили, во Франции реальный социализм. Я как раз и говорю о том, что в краткосрочном плане да, мы получаем очень хороший эффект, социальную защищенность, отсутствие бедности, но в долгосрочном периоде мы приходим к уравниловке, которая убивает развитие. Мы, собственно, и при советской власти это проходили. А когда человек хорошо и много работающий, получал ненамного больше, чем другие. Резюмируем, то на что? Неинтересно. Распределяют, а перераспределение не сработает, да? Перераспределение сработает? В кратком. В долгосрочном плане оно не сработает и нас вернет к тупику. Есть еще варианты? Есть. Перераспределение немножко другое. Перераспределение внутри корпорации, что такое средняя температура? Кто-то в морге лежит при нуле, а кто-то наверху 45 градусов. И нижнему ты не поможешь уже, а верхнему еще что-то можно попытаться сделать. На самом деле, когда в 3-4 раза зарплата, скажем, в морге и зарплата наверху в отделении, это еще нормальная ситуация. Но когда оно достигает в 20-30, а то и в сотни раз, вот это перераспределение, это, наверное, все-таки правильное. Это первый момент. И второй, наверное, момент. Но это не региональный уже, а действительно пошаговое. То есть, понятно, человек, который получает, ну, условно, возьмем 20 тысяч рублей в месяц, а 20 тысяч рублей он все тратит на что? На продукты питания. Человек, получающий 20 миллионов, он 20 миллионов съесть не сможет. То есть, соответственно, вот этот вот дисбаланс, он не должен присутствовать в экономике. Соответственно, вот здесь вот есть возможности определенные и со стороны государства должно как раз обратить внимание на это. Маленькая подкладка цифровая, вот к вашей реплике, расходы богатых на питание в среднемесячном исчислении россиян в три раза больше в абсолютном измерении, чем расходы бедных. То есть, грубо говоря, богатенькие тратят на питание с себя дорогого 10 тысяч рублей или там 9 тысяч рублей в месяц, а бедные тратят 2-2,5 тысяч. Да, но... И в эти 2,5 тысячи как-то живет, питается. Да, но как вы посчитали, 20 тысяч, это от 20, там, условно, миллионов, это какая доля процента? Ну да, да. И остальные куда уходят? В процентном отношении там вообще, конечно, понятно, что если больше половины сейчас, в настоящее время, опять же, статистика показывает в населении России так называемый средний класс, а вот тем более бедные слои, больше половины доходов своих тратят на питание, на элементарное питание. Ну, понятно, что для господина Сечина и же с ним, ну, это там 0,1 тысячи процента они тратят на питание. Извините, а что мы ходим вокруг двух половин? Ну-ка, давайте вбрежем. Палки-палки. Самый простой вариант. Вот сейчас вот правильно говорил профессор, введите прогрессивный подоходный налог. И не на уровень 20%, как говорил Путин. Ой, если мы введем эти 20%, это ничего не спасает. А почему 20? Почему не 50, например? Или, ну, 50 достаточно, мне кажется, для начала. Профессор, немножко другое говорил. Я понимаю, я понимаю. Я предлагаю другие методы, меры решения этой проблемы. Прогрессивный подоходный налог. По некоторым оценкам в этом случае бюджет государства увеличится в несколько раз. Ввести, значит, вот эти вот самые наценки на испортируемую нефть, газ, для того, чтобы у нас, простите, не было этого безобразия, чтобы не было с ценами на нефть, а бензин у нас все дорожает. Вот. Есть еще другие меры. Да? Теперь, значит, вот поменять отношение к малому бизнесу, потому что сейчас человек ничего не может сделать. извините меня великодушно, вот скажите мне, вы, мудрый человек, поживший, с чего вдруг, вот что должно случиться, чтобы люди во власти вдруг взяли и поменяли к вам отношение, к малому и среднему бизнесу? Что у них там, заклинит что-то, их кто-то перезомбирует кто-то. Вот это пожелание, мне кажется, из разряда, ну, малоосуществимых. Мы можем взывать к их совести, к там, к их, как говорится, человеческим качествам, к евангельским или там мотивам или к сурам Корана, но почему? Почему вот так вот уверены, что вот если мы призовем, они поменяются? А ситуация, извините, в мире такая, что хотим мы или не хотим, но выстоять мы можем только в том случае, если наше общество будет вот как кулак, понимаете, сгруппировано, чтобы цели были едины, высокие цели, не те, чтобы там сегодня поесть там по вкусу. Как кулак оно станет, когда нас прищемит по самое не могу. Нас уже щемит, и вот правильно здесь говорили. А, так мы близки к победе, значит. Вот сейчас правильно здесь говорили о том, что наше руководство должно все-таки смотреть вперед. И сейчас же ситуация такая, все мы ведь смотрим, телевидение там, слушаем там все. Ситуация такая, что нам отступать-то некуда, нас зажали в угол. Вот я слышал такую притчу, когда даже зайца загоняет в угол, он поворачивается, и оказывается, что у зайца это огромные зубы. Путин писал про крысу в этой ситуации, он говорил, что нельзя загонять. Ну, похоже, похожий пример. Евгений Александрович, извините, пожалуйста, просто у меня ревность начинается к вам, потому что вы больше уже, чем ведущий, говорите. Можно я? Да, пожалуйста, Елена. Мы должны людей сократить, но если мы сократим, мы не получаем финансирование. Не получая субсидию или финансирование, мы уже, вот поймите, что в сельском хозяйстве в основном вы уже уходите с рынка, потому что у вас убытки крупные. Что у нас значит? У нас есть средняя зарплата, которая регионально высчитывается коэффициент, и у нас есть сейчас минимальную зарплату, тоже повысили. Соответственно, вот эти два показателя, с кого их будут требовать? Их будут требовать с бизнеса. И когда мы говорим о среднем бизнесе, и у нас и крупные предприятия в этом же сегменте, они страдают даже, наверное, еще сильнее, да? Вы же с ними говорите. И понимаете, почему я два года назад это более был какой-то ликбез, когда мы говорили о проблемах, да? Ну, каждый как-то пытался их решить. А сейчас просто, как у тебя дела? Закрываемся. Понимаете? Это уже все. То есть дальше уже никто не обсуждает и не говорит, из-за чего? Закрываемся, неэффективно. Все. Потому что если мы повышаем заработную плату, значит, у нас должна была бы повыситься прибыль у предприятия, если мы говорим. Прибыль, если не растет, а эффективность. То есть нас, когда вот это директивно, повышение заработной платы, без привязки эффективности труда, оно, все это утопит, то есть это получается, когда вот выжимают до конца, и он уже не восстановится назад. То есть понимаете, вот это, это следующий шаг, который убивает бизнес. то есть законами физики по-другому никак это не назовешь. Все? Слушайте, вот если все это резюмировать, надо выключать запись телекамеры, но мы не будем этого делать аппаратно, имейте в виду. Я все-таки скажу то, что хочу сказать. Пусть меня кинет кто-то камень, а директора университетского телевидения покарают вообще со страшной силой. Я надеюсь, конечно, что этого не произойдет, но вы понимаете, вот самозанятых сейчас, да, выводят на чистую воду последний или предпоследний ресурс для того, чтобы собрать побольше денег в бюджет. И я просто вот думаю, ну многое же не получается у нашей власти, да, вот что-то выстроить, там, принять продуманный закон, чтобы эффективно сработало. Вот тот случай, когда может быть вот то, что не все получается, может быть и хорошо. Вы понимаете, да, что я имел в виду? Что вот если механизм вывода самозанятых на чистую воду не сработает, то мы хоть на каком-то уровне будем сохранять потребительский спрос. Потребительский спрос позволит Елене Евгеньевне продавать молоко, продукты, переработки, гильдии малого и среднего предпринимательства тоже что-то такое продавать, помимо помимо букета Абхазии или чего-то, букета столицы. То есть, будет какая-то экономическая движуха. Но она будет, к сожалению, вот в какой-то, мягко говоря, серой зоне. Теория подтверждает это? Развития не будет. Нам же надо что-то предпринимать. Страна хоть чуть-чуть вперед пошла, не стояла на месте вот так вот. У меня есть, конечно, одно радикальное предложение. Я не знаю, может быть, нет, баррикады, что вы? Это старый механизм, это уже технология отработана. Знаете ли вы, что каждый четвертый житель США, включая младенцев и стариков, получает продуктовые талоны. Вопрос о стимулировании потребительского спроса нетривиальными методами, но на самом деле тривиальными, потому что и мы проходили через это. Почему вот здесь не поискать, мы вот с Рустемом обсуждали это до эфира, почему здесь не поискать, один из вариантов какого-то стабилизации ситуации с доходами и с оживлением хотя бы потребительского рынка. Такой проект был, но его отложили в реализацию. Кто отложил? Назовите мне это. Вот пусть люди знают, кто отложил. Правительство Российской Федерации рассматривало вопрос о введении этих карт по-моему чуть ли не с 18-го года, и потом это было отложено, видимо, на неопределенный срок. Мы, по-видимому, просто такие гордые, что вот эти америкосы, они могут себе позволить 40 миллионов, чтобы получало у них талоны, а мы нет, да? Или как? Нет ответа на этот вопрос? Ну, это же финансирование. Да здесь будет зависит, как ведут талоны, и эти все талоны будут привязаны к бехетле. И все. Интересно, у вас вообще бизнес-идея. Ну, это правильно, она же должна быть реализована через что-то. А через что она? Пункт выдачи, что ли, будет? Значит, это опять какой-то пункт выдачи. Так? Потом начнется, кто попадет в этот пункт, да, комбинат какой-то. А мы аукционно. Ну, у вас даже наверняка вот день, который выделяется для стимулирования сельскохозяйства, распределяется таким образом, что вы получаете крохи, а кто-то получает такие темы, Это ваше предположение или это ваше знание? Ну, об этом постоянно, и в газетах, и даже в телевизии. Люди говорят. Рустем, вопросы давайте будем подводить итоги. У меня даже не вопрос. Я хотел сам попробовать ответить на ваш вопрос. Да, пожалуйста. Вы сказали, что должно случиться с нашими верхами, чтобы изменились отношения к малому бизнесу. Принято говорить, чтобы повернулись лицом. Да, и вопрос обеспечения населения доходами был приоритетнее, чем, например, наполнение бюджета. Я хочу вспомнить такую историю. Помните, еще в советские времена многие застали, был такой типаж женщин-продавщицы в советском магазине. Хамоватая, нагловатая. У вас много, а я одна. Да, мы все... Тогда тоже задали вопрос, как избавиться от этого явления? От этого явления избавилась сама жизнь, как только появилось два-три магазина рядом. появилась конкуренция. И такого явления, как продавщица хабалка исчезла, когда ты заходишь в магазин, тебя лижут. Вы хотите освобождать два-три правительства? Тоже... Я хочу... Я хочу... Конкурировал. Это интересное предложение. Вопрос ввете конкуренции. Вопрос ввете конкуренции, в том числе политической конкуренции. Отсутствие политической конкуренции рождает монополия в экономике и, соответственно, все проблемы с будущим. Вот сейчас все рассмеялись, а ведь это реально так. Если мы имеем демократию, политический плюрализм, несколько партий, да, то в любой приличной себе стране, я не знаю, там англосаксонская, латиноамериканская, демократия у них, хунты, это такой образчик, но существуют оппозиционные партии и у этих партий существуют, да, именно правительства, теневые правительства, где все расписано. Вот этот будет министром финансов, если мы придем к власти, вот этот будет министром экономики, ну и так далее. Так что, мы все, конечно, здесь посмеялись, но на самом-то деле, ну да, что мы имеем в виду под двумя-тремя правительствами, важно понимать, Альберт. Можно я дополню Ростемы? На мой взгляд, для того, чтобы предпринимательство расцвело и запахло, надо не только развивать экономическую конкуренцию, но и политическую. Но мы сейчас об этом уже и говорим. но как развивать? Мое предложение, надо разогнать партию Титова. Это скромно как-то, Альберт. И с Титова началось. И вот есть такое молодое, есть такое молодое, симпатичное явление, либертарианская партия. Мальчики, девочки, они сейчас тянутся. В Москве собрали митинг, 15 тысяч пришло. Так, просьба, просьба, не уходите от темы. Если ты хочешь пропагандировать, давай устроим отдельную программу по этому поводу. Нет, я хочу сказать... Либертарианство не тема обсуждения. Я хочу сказать, что либертарианство это крайнее выражение дерегулирования экономики. Я в курсе, спасибо. Я думаю, могут быть зрители тоже. И оно сейчас малому бизнесу крайне необходимо. Читайте классиков. Спасибо, я почитаю. Можно, буквально, замечание насчет рынка, насчет, там вот вспомнили советских времен продавщицу, на самом деле рынок все не решит. Нет? Вот, нет. И рынок ничего и не решил, вот мы это вот видим сейчас. То есть, вот плановое развитие рынка, вот возможно, да. Рынок решил, а конкуренция решает. Когда у тебя на рынке нет конкуренции, значит, даже хуже. Сейчас, ребята, мы сейчас далеко уйдем, Рустем, извини меня, пожалуйста. Я бы все-таки прислужил, извините, пожалуйста, я все-таки прислушался вот к тому, что сейчас Артур Сергеевич сказал, просто вдумался. Вопрос с дефиницией. То, что мы называем рынком, то, что мы называем конкуренцией. Со времен Адама Смита, Альберт, ты же сейчас только сказал, читайте классиков, но надо их читать и перечитывать. Всего этого давным-давно в природе нет. Да? И даже критика империализма, как последней статьи капитализма, не актуальна. И даже твой любимый автор «Злых самаритян», он, конечно, более актуален. Рекомендую, хорошая книжка. Ну, так вот, что я вам могу сказать? Спасибо огромное всем принявшим участие в сегодняшней дискуссии, в обсуждении, с моей точки зрения, она была на редкость содержательной, в общем, и откровенной, насколько нам позволяют приличия, да, в том числе приличия политические. Спасибо нашим экспертам, которые пришли сюда и нашли время поучаствовать. Понятно, что мы уходим отсюда, не имея никакого готового решения. И весь смысл такого рода встреч и обсуждений – это не выпустить пар, как некоторые могли бы подумать, это создать настроение, это создать, может быть, чуточку более, даже не глубокое, а более вот разветвленное понимание тех процессов, которые происходят вокруг нас, с нами, внутри нас. И вот эти изменения подспудные по шажку, понемножечку или степ-бай-степ, как говорят друзья чуваши, вот они, 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 может быть, быстрее приведут нас к ситуации, когда власти повернутся лицом туда, куда надо, спиной тоже туда, куда надо. Будет рождествовать такой симбиоз планового рынка, который реально существует и так далее. Но я хочу, у меня висенка на торте образовалась, пока мы дискутировали, мы начали с того, я начал с того, что пять лет подряд падают реально располагаемые доходы россиян, да, мы вот так вот сползаем и был задан вопрос, а не взяли что-нибудь предпринять, ну вот что-то мы об этом услышали, да, чтобы хотя бы как-то это остановить. И понятно, что из всего услышанного мне во всяком случае понятно, что с ней чрезвычайно тяжело, чрезвычайно тяжело, но надо стараться. Ну так и вот, а теперь возвращаясь к посылу, ну я вам должен сказать, вы, наверное, особенно коллеги-журналисты, да я думаю и предприниматели, и представители, тем более, обращали внимание, что у нас участилось количество диковинных высказываний, не только от чиновников средней руки, которые там начинают кричать, что да, проживите на три с половиной тысячи, подумаешь, я жила, там, Макарошкина, но и от совершенно высокопоставленных чиновников, два последних перла. Глава федеральной антимонопольной службы Артемьев сообщил позавчера, что население России вдвое переплачивает за услуги ЖКХ от себестоимости, конец фразы. Это говорит глава, человек 15 лет возглавляемый антимонопольную службу Российской Федерации. Он полагает, по-видимому, что мы должны платить по себестоимости, и тогда будет бизнес, у водоканала, у газовиков, управляющей компанией при этом неизвестно куда, и вот это третий день обсуждается. Вчера, буквально, вице-премьер по фамилии Акимов, я думаю, многие еще даже не обратили внимание, так, мимоходом, мы на 100 лет отстали от Европы в развитии, на 100 лет, вот, человек четко определил, не на 99, не на 120, а на 100 лет отстали, все пошло тиражироваться. Ну, это вот к вопросу о том, что власти, куда власти, как повернуться, ведь рост, количество таких высказываний тоже кое о чем с моей точки зрения говорит, о нарастании, может быть, нервечности, о нарастании неуверенности в том, что делать дальше, и как вообще вот выбираться, на самом деле ведь не так много людей, которые хотели бы плохого, они, может быть, все хотят хорошего, но вот, а как, а что, и чем сложнее ситуация, тем становится им, беднягам, хуже. Самое время пожалеть правительству. Самое время. Про Вишенку. последнее на сегодня цитируемое высказывание Максим Орешкин. Сегодня, 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 не позже, заявил, что вот эти утверждения Росстата, о том, что пять лет подряд падают доходы населения, нуждаются еще в перепроверке, сказал министр экономического развития Российской Федерации. Да. Статистика реальных доходов населения остается проблемой для правительства и загадкой для экономистов, констатировал министр. И, короче говоря, по оценкам Минокомого развития, реальные доходы для россиян должны были вырасти на 3,4% в 2018 году. А Росстат, несмотря на то, что там буквально три месяца назад поменяли руководителя, который плохо считал, и после смены руководителя Росстат показал нам 2,3% ВВП по итогу 2018 года вместо снижения на 0,1%. И при новом руководителе Росстата там творится что-то непотребное. Они показывают снижение жизненного уровня населения, снижение инвестиций в основной капитал. Кстати, Татарстан это тоже касается. Да, за год мы снизили на 3,7% инвестиций в основной капитал. Потому что доля потребителей расходов социального сектора в бюджете уже, по-моему, под 80% зашкаливает. И когда Мениханову говорится «А дальше-то мы что будем делать? Развиваться должны?» Этот вопрос вообще-то вот такого большого размера. Ответов, короче говоря, нет. Но из этого не следует, что мы все должны опустить руки. А можно еще добавить сливок? Вот мы говорим о том, что там наверху должны измениться к нам. Ну да, повернуться лицом. То есть вот мы говорим 25 лет они не повернулись, а вдруг они повернутся. Вот мне повезло, есть классная программа алгоритши, я проходила стажировку во Францию. Знаете, вот там если министр говорит подобные вещи, общество, которое платит налоги, и они же относятся к этому также коммерчески, то есть мы платим тебе зарплату, а ты позволяешь себе неквалифицированное высказывание. Так получается? Правильно. То есть получается он не имеет квалификацию по этой должности, да? А платим мы зарплату ему сами? Я вот здесь утешу вас, извините, может перебиваю, уже готовится иск, ему хотят предъявлять иск о том, что он обвинил жилищников, я имею в виду в данном случае Артемьева, жилищно-коммунальное хозяйство, конкретных субъектов хозяйствования в преступлении по экономическим основаниям. Вот в искусственном завышении и бла-бла-бла-бла-бла, там юристы работают. Так что скорее всего мы это увидим. Ну, он поднял очень больную тему, потому что на самом деле я рада, что он это сказал, потому что сейчас будут как-то по-другому к этому, это очень болезненная тема. И он говорил о том, что еще дальше, если мы не будем из контекста выдирать, то что нам же говорят, что мы не доплачиваем за ЖКХ, а он сказал о том, что 50% в условиях нашего экономического спуска, 50% прибыли к себестоимости, это то, о чем я вам говорила. То есть, если мы хотим развиваться, мы должны. То есть, 50% у них хватает на модернизацию, на прочее, и еще какой-то лаг, когда у нас идет неоплата, ну, малобеспособности. Да, да, это все понятно. Дальше, если мы подумаем, это хорошо, но это ведь вы проявили уже сколько, 5 высказываний? Мы, получается, содержим правительство, которое не отвечает квалификации? Правильно. А Росстат у нас, получается, не умеется считать, а это Росстат огромный структурный у всех государств. Да, а я здесь абсолютно с вами не спорю, в чем вопрос-то? Да? Я к тому, что не оно должно развернуться, а мы должны, почему мы содержим это правительство? А это мы вот сейчас возвращаемся к политической компоненте, которая была молодыми людьми предложена, срочно либертарианство, да, долой государство отовсюду, и мы будем счастливы. Еще раз большое спасибо, я просто хочу нашим телезрителям сказать, может быть, кто-то уже и забыл, это дискуссионный клуб телевидения Казанского федерального университета, я ее ведущий, ведущий этого клуба Юрия Лайф, и мы сегодня обсуждали такую простенькую проблему, как бы нам не обеднеть еще больше после пяти лет ползучего обеднения, и что можно сделать для того, чтобы экономика вновь задышала, да, речь фактически о перезапуске уже надо вести экономик, исчерпывающих окончательных ответов, конечно, нет, но мы будем искать, и будем рады, если вы тоже подумаете немножко над этими вопросами, совершенно не лишним. Спасибо вам за внимание, до свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова